Сейчас я хочу рассказать, как связать вот такую вот безрукавку. К сожалению, возможности записать данную работу у меня не было, поэтому я сделаю небольшое пояснение для тех, кто захочет такую работу связать. Итак, начинаем вязать мы снизу, то есть вязание резинки. Здесь вам потребуется обхват бедер. Так, сейчас я сделаю небольшое увеличение. Итак, вам потребуется обхват бедер. В растянутом виде резинка должна быть соответствующей длины, какой у вас будет обхват бедер. Если вы вяжете на себя, соответственно, вам нужен ваш размер. Если вы вяжете на кого-то другого, то вам нужен размер этого человека или, допустим, ребенка. Как связать резинку можно посмотреть в нескольких работах. Но самый оптимальный вариант это посмотреть детскую кофту. То есть там все подробно описано. Набираете цепочку из воздушных петель необходимой высоты резинки и вяжете ряды столбиков без накида за заднюю нить петли основания. Навязываете необходимое количество рядов, то есть ту длину резинки, которая вам необходима. Очень важный момент, сколько связать рядов на резинке. Какое должно быть число рядов. Здесь рисунок, если посмотреть внимательно, раппорт составляет 6 петель. Вязание в круговую, то есть никаких дополнительных петелек добавлять не надо. Соответственно, число рядов на резинке должно быть кратно 6. Чтобы вот эти элементы вы смогли потом спокойно связать необходимое количество именно из 6 петель. Если вы вяжете такой узор. После того, как вы свяжете резинку, ее нужно будет обвязать. Я связала один ряд обвязки и столбиков без накида. Одному ряду на резинке соответствует один столбик без накида. Затем вяжется основной узор. Узор вяжется в круговую. Как я уже говорила, раппорт составляет 6 петель. То есть один элемент состоит из 6 столбиков. Здесь вяжется вот этот столбик без накида. Затем идет прочный столбик. Столбик с одним накидом. Столбик с двумя накидами. Столбик с одним накидом. Прочный столбик. И столбик без накида. То есть на самом деле элемент достаточно простой. Здесь можно еще посмотреть, как вяжется волновой узор. Принцип тот же. На сайте данной информации есть. То есть вы просто можете посмотреть данный узор. И применить его именно на данной модели. Единственная разница с волновым узором. То есть здесь есть промежуточные ряды столбиков без накида. А здесь данных рядов нет. То есть просто вывязываются именно эти столбики разной высоты. Переход нити идет... Я делаю переход сбоку. Сейчас я покажу, где-то у меня этот шов есть. Так, вот он. То есть вот идет переход нити. Здесь достаточно просто все делается. То есть вы... Когда вы закончили один ряд... Вот допустим я начала зеленый столбик без накида. И закончила опять же столбиком без накида. То есть в этот столбик провязала. Дальше мне нужно перейти на другую нить. Здесь мне нужно связать высокий столбик. То есть столбик с двумя накидами. Столбик с двумя накидами в начале ряда я связать не могу. Поэтому я либо вяжу цепочку из воздушных петель. Где-то примерно 4 петельки нужно связать. Либо поднимаю столбик. То есть вытягиваю нить и делаю закрепление. Примерно как с соломоновой петля. То есть в принципе здесь достаточно простой переход. Как вязывать нить я показывала тоже на кофте детской. То есть вы можете спокойно всю эту процедуру сделать. Дальше вы вяжете следующим цветом. Затем опять у вас будет начинаться ряд со столбика без накида уже третьим цветом. Но у меня вот здесь вот в данном случае 4 цвета. Вы можете вязать двумя цветами. Можете 10 цветами вязать. Это уже ваше личное дело. Итак, вы связали несколько рядов до прайма. Высоту вы определяете сами. То есть вам нужно посмотреть какой длины вам нужно. И соответственно вот этот размер до прайма измерить. И дальше вам нужно будет выделить место под прайму с двух сторон. Как это сделать? То есть здесь сначала я довязывала спинку. А затем довязывала вперед. Достаточно просто. То же самое, только вы вяжете уже не в круговую, а сначала в одну сторону, потом в другую. Переходы все те же самые. И сейчас сделаю пояснение, как выделить спинку и выделить переднюю часть. Забыла сказать один очень важный момент, когда вы будете довязывать вперед и спинку. То есть вот здесь я как бы один элемент выпустила из виду. То есть я его не провязывала. Я начинала вязание как бы со следующего элемента. То есть вот с половинки вернее. Следующего элемента. И также с этой стороны. Для того, чтобы была вот эта вот округлость в нижней части прайма. Так, теперь по поводу спинки. То есть здесь достаточно просто. Вы последний ряд. Спинку можно вообще не выделять, связать ровно. Но я сделала немножечко по-другому. Я последний ряд вязала, довязала до... То есть связала несколько элементов. И вот на последних четырех элементах предыдущего ряда, то есть розовым цветом, я связала просто столбики без накида. Без выделения вот этих элементов. Некоторое расстояние вяжется столбиками без накида. И затем опять вяжутся такие же элементы, как в основном узоре. То есть ничего сложного здесь нет. После того, как вы закончили довязывание спинки, нить обрезается. И нужно будет довязать вперед. То есть тем же самым способом ряды туда-сюда вяжутся. И довязав до нужного места. То есть здесь я пропускала сначала один элемент. Провязывала столбики без накида. На следующем ряду, вот этим сиреневым цветом, я пропускала уже как бы два элемента. Провязывала столбики без накида. Затем розовым цветом уже три элемента. И вот этим бордовым цветом уже четыре элемента. То есть за счет этого получается вот такая вот горловина. Это делается для того, чтобы не обрезать нить. То есть вы вместо высоких столбиков вяжете просто столбики без накида. И тем самым с одной стороны переходите на другую сторону без обрезания нити. Вот таким образом можно выделить горловину. Итак, после того, как вы закончите вязание спинки и переда, вам нужно будет обвязать и сшить данную модель. То есть я делала сшивание только на одном плече. Я обвязывала и сшивала одновременно. Но здесь достаточно сложное направление. Я рекомендую сначала вот здесь сшить, а потом уже обвязать пройму. Затем обвязать вот это пройму вместе со вторым плечом. То есть здесь у меня пуговицы. Здесь вы оставляете просто место для пуговиц с одной стороны. А на другой стороне при обвязывании выделяете петельки. Сейчас я покажу, как это делается. Итак, при обвязывании со стороны пуговицы вы просто делаете обвязывание обычное. Я обвязывала обычными столбиками без накида. А со стороны, где должны быть петельки, выделяются петли. То есть здесь вяжется цепочка. Длину цепочки из воздушных петель вы определяете сами. Я не помню, сколько здесь петелек, но может быть где-то 4-5 петелек. То есть вот у меня 3 петельки выделено. И соответственно, потом я их просто обвязала еще раз. Таким образом получаются вот такие вот петли для пуговиц. После этого вам нужно будет подобрать и пришить пуговицы. То есть здесь вот у меня пуговицы специально под форму элементов подобраны. И соответственно с цветом. И на этом работа будет закончена. Продолжение следует... Продолжение следует...